Большие звезды светят малым. Именно с таких детских турниров юные футболисты начинают свой спортивный путь. Наш дивизион имени Евгения Постникова Старооскольца, который играет на международном уровне футбола в легендарной Лиге Чемпионов и сборных стран. Старый Оскол принимает у себя этот турнир уже третий год подряд. В этот раз соревнования проводились в нашем новом Манеже, арена номер один, где 15 команд со всего Черноземья выявляли сильнейшего и боролись за призы. А они были интересны. Призерам достанутся комплекты новой футбольной формы, а лучшему игроку личная футболка Евгения Постникова, в которой он в составе Астаны забивал гол в Лиге Европы. Этот фестиваль проводит его детская футбольная лига. Мы проводим дивизионы. Сейчас Евгения Постникова, на следующий выходной у нас будет дивизион Александра Кокорина. Нам также предоставили право проведения этого этапа. И по две лучшие команды с каждого этапа получают право участвовать в финале, который проходит в сентябре. В основном в Анапе, Витязево, в Краснодарском крае. На море дети едут, принимают участие в финале. В финале собирается до 80 команд каждого возраста, поэтому я считаю, это очень грандиозный фестиваль. Все выходные в Манеже был настоящий футбольный праздник. Причем не только для детей, но и для родителей. Постепенно у нас формируется культура поддержки детских команд. Причем приходят с флагами, барабанами, дудками и мегафонами. Детский футбол – это база всей футбольной системы страны. Приятно видеть, что такие турниры посещают и тренеры команд большого. Футбола – значит, не безразлично. Я очень рад, что идет развитие футбола в Старом Москве. Прекрасный манеж, прекрасный зал есть. То есть условия для развития детей шикарные. И я думаю, те люди, которые это делают, им надо сказать большое спасибо. И мы с удовольствием будем привлекать в главную команду детишек, если они достигнут определенного уровня мистерства. По итогам групповых этапов в финал попали три команды. Парус – разумная, Белогор – Белгород. И Оскол – с Гог – Старый Оскол. Играя между собой по кругу, Парус смог набрать шесть очков и обеспечить себе победу на этом турнире. Они получили главный приз, а игрок Ярослав Елисеев – ту самую футболку Евгения Постникова. И это останется в воспоминаниях навсегда. В первую очередь организаторам хочется выделить слова благодарности. С удовольствием приезжаем на эти турниры. Состав участников всегда достойный. Где-то в финале чуть-чуть везение было на нашей стороне. Соперники все были достойны выиграть первое место. Всем тоже огромное спасибо соперникам за хороший красивый футбол. Ну, опять же, везение где-то немножко было на нашей стороне. Те же, кто не добрался до призовой тройки, не расстраиваются. Хороший турнир, отличная организация, опыт и эмоции. Я думаю, мы нормально. Наша оценка хорошая в своей команде. Но будем прибавлять, стараться. Чуть-чуть не хватило где-то у нас. Не повезло где-то. Ну, будем стараться выигрывать в следующий раз. Уже через неделю у нас будет проводиться похожий турнир. Но уже дивизион имени Александра Кокорина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!